Грое предлагает свободу выбора. Если вы хотите экономить воду, а значит и деньги, то выбирайте продукцию Грое с ограничением водного потока с технологией EcoJoy, которая обеспечивает экономию воды, сохраняя при этом комфорт пользования душем или смесителем. В лабораториях Грое проводятся тесты продукции с ограничением потока воды и без него. Тесты наглядно показывают объем экономии воды. Она может достигать 50%. Очевидно, что это очень существенная экономия. Также можно наглядно увидеть, что разница интенсивности самого потока минимальна между продукцией с ограничителем и без него. Это обеспечивается специальной конструкцией ограничителя потока EcoJoy. Так Грое сохраняет комфорт пользования душем или смесителем и при этом дает возможность экономить ваш бюджет. Грое предлагает широкий ассортимент. Вы можете найти оба варианта продукции. Но если вам приглянулась какая-то определенная модель с ограничением потока с функцией EcoJoy, а напор воды недостаточный, чтобы в полной мере наслаждаться водными процедурами, то можно просто убрать из продукта ограничитель. В ручных душах Грое это нетрудно сделать самому. Так выглядит точка подключения продукта, когда EcoJoy установлен. Для того, чтобы вынуть ограничитель потока, вам понадобятся тонкогубцы. Так выглядит точка подключения продукта, когда EcoJoy не установлен. Несмотря на простоту процесса в случае с ручным душем, совсем не обязательно извлекать ограничитель потока самостоятельно. Вы можете убрать ограничитель EcoJoy, обратившись в любой сервисный центр Грое. Для верхних душей, смесителей для раковины и прочих продуктов Грое мы рекомендуем обращаться за помощью к нашим профессионалам. Услуга по извлечению ограничителя потока EcoJoy бесплатная в течение пяти лет с даты приобретения. Вам просто необходимо привести сам продукт в сервисный центр Грое. Данная услуга не считается гарантийным случаем. Это дополнительный бесплатный сервис для клиентов Грое. Работа по демонтажу ограничителя займет всего несколько минут. Детали вы можете узнать по контактному телефону на экране.